Здарова, соколики! На связи Жирный. Сегодня мы с вами продолжим ностальгировать. И если в прошлом видео мы вспоминали о том, как мы добывали деньги на всякие прикольные вкусняшки, то сегодня мы поговорим о том, на что мы эти деньги тратили, а именно на какие вкусняшки. Поэтому заварите чаёк, усаживайтесь поудобнее и давайте-ка с вами вспомним, насколько же вкусными были наши 90-е. Задумывался ли ты хоть раз чем-то питаешься? Ведь наверняка ты тратишь много денег на продукты, но не знаешь, чем они отличаются между собой и чем те или иные продукты могут быть полезны. Как питаться здоровой пищей, не вываливая за это много денег и при этом как есть полезную еду и не угорать на диетах? Ответ на эти и многие другие вопросы ты найдёшь на канале Продуктолога. Он научит тебя выбирать качественный товар и расскажет, из чего сделаны твои любимые продукты. И самое главное, он расскажет, как производители, магазины и продавцы наживаются на твоём аппетите. Спеши подписаться на Продуктолога, ведь скоро подоспеет второй сезон и он будет самый что ни на есть мясной. Переходи прямо сейчас, подписывайся, узнавай много нового и, конечно же, передавай автору от меня пламенный жирный привидосик. Ссылка в описании. В последние годы перед развалом совка на родину стали массово просачиваться американские товары. Сначала всё это приобреталось из-под полы у спекулянтов, а позже некоторая часть появилась и на прилавках. 90-е наступили на страну не только массовым бандитизмом и повальной нищетой, но и огромным количеством продукции со всего мира. Рынок насытился китайским дерьмом и американской культурой. И тут-то мы узнали про Сникерсы, Принглсы, Орбиты и Тамагочи. Различных напиток, жвачек, шоколадных батончиков, игрушек и конфет стало так много, что у детей буквально разбегались глаза. А родители стремились дать своим детям всё то, чего в их детстве не было. Но далеко не все вкусняшки дожили до наших дней. Многие из них пропали с прилавков в конце 90-х и начале нулевых, и именно о них сегодня пойдёт речь в нашем видео. Ну вот, например, какие самые популярные шоколадные батончики ты знаешь? Все сразу же скажут Сникерс, Твикс, Баунти, Марс. Ну, Киткат и Нации не считаем, они появились чуть позже. Но если твое детство прошло в 90-е, то ты наверняка ещё должен помнить такой прекрасный шоколадный батончик, как Виспа. Его основная особенность была в том, что начинкой Виспы был шоколад. По сути, это был пористый шоколад в шоколадной глазури. Сегодня все ностальгируют о том, какой Виспа была вкусной и так далее. Но я скажу вам честно, в детстве покупал я её буквально несколько раз, и ни у кого из моих друзей или знакомых Виспа не пользовалась популярностью. Просто потому, что это был не самый лучший батончик и точно уж не самый вкусный. Классический Сникерс был в 100 раз вкуснее, именно поэтому Виспа перестала выпускаться в 2003 году из-за малого спроса. Хотя конкретно у нас на юге она пропала из магазинов гораздо раньше. И знаете что, этого даже толком никто не заметил. О Виспе начали вспоминать только в конце нулевых, когда заселившие интернет дети 90-х внезапно стали ностальгировать о том, какой же вкусной была Виспа. На деле же это был не самый вкусный батончик, который, собственно, заслуженно ушёл в историю. Хотя Педивика говорит, что в 2009 году производство возобновили в Великобритании. Но у нас чё-то Виспа на прилавках так и не появилось. Наверное, из-за санкций. Хотя, признаюсь честно, если бы она сейчас появилась, я бы её вряд ли купил. Если уж говорить о шоколадных лакомствах, то я гораздо больше любил Вагон Виллс. Это такие бисквитные печенья, напоминающие чокопай. Вот они были вкусные, хоть и дорогие, в сравнении с другими печеньками из этого сегмента. Недавно я нашёл Вагон Виллс в Магните и был приятно удивлён. Тут же их купил, несмотря на то, что они стоили там что-то больше 100 рублей. Ну, думаю, пофиг, поностальгирую. У меня лежит дома Дэнди, я думаю, сейчас я приду и устрою себе такое праздничное детство 90-х. Завёл, у меня даже фотка, по-моему, была в Инстаграме. Если я её найду, то я сюда её помещу. Короче, завёл Дэнди, сел хавать этот Вагон Виллс, играть в Марио. Всё прям как в детстве. Разве что только мама кушать не позвала. Но надо отдать должное, в детство меня это не вернуло. И вообще, ностальгировать не самая лучшая идея. Я чуть позже объясню почему. Давайте-ка лучше вспомним о таких прекрасных вещах, как жевательные конфеты и жвачки в целом. Все любят мамбу, и Серёжа тоже. Мамба была превосходна. Единственное разочарование от неё заключалось в том, что она таяла во рту, когда ты её жевал. Сейчас я понимаю, что это круто. А тогда это казалось большой проблемой, создавалось ощущение, что тебе купили херовую жвачку. Поэтому, какой бы мамба вкусной ни была, любой рядовой пацан из 90-х больше уважал обычные жвачки. Потому что её можно было жевать долго, потом можно было вытащить, куда-нибудь приклеить, походить, поделать свои дела. Потом вернуться, о, типа жвачка, оторвать и снова начать жевать. А если жвачку ещё в сахаре обмакать и снова начать жевать, то она, считай, прям почти что как свежая. Я любил макать жвачку в варенье. По мне, наверное, видно. Самыми топовыми жвачками были Турбо, потому что в них были вкладыши с изображением машин. Все пацаны собирали эти вкладыши и обменивались ими между собой. Ещё были какие-то жвачки с карточками, на которых были изображены всякие Ван Даммы, Сталлоны, Шварценеггеры и так далее. Разумеется, многие вспомнят о жвачку Элен и Ребята. Был такой молодёжный сериал про студентов, и он был неебически популярен среди подростков. Соответственно, на зеркале любой уважающей себя макрощелки можно было найти пару наклеек Элен и Ребят. Вот же появились мастодонты жвачечных шаров, Бумер и Хубабуба. Два бренда, делающих гарантии того, что жвачка будет не просто жеваться, но ещё и надуваться в самые большие, блять, шары. Кстати, у Хубабубы был дешёвый аналог, называлась она Ола Бола. С виду напоминала Хубабубу, но на вкус было совсем не то. Вообще, она была какая-то жёсткая, невозможно было разжевать. Это была очень дешёвая пародия на Хубабубу. Её, как правило, покупали тогда, когда на Хубабубу денег не хватало. Чупа-Чупс в эти годы просто швырялся в нас каждый день новыми видами своих маленьких конфет на палочке. Большой, маленький, XXXL, XXXXXXL с банановой жвачкой внутри, с малиновой, с большой жвачкой, с двумя жвачками, чего только они не выдумывали. Реально, реклама Чупа-Чупса постоянно мелькала по телеку. Запивали мы всё это добро так же, как и сегодняшние дети. Фантой, Спрайтом, Севенапом, Мериндой, Кока-Колой, Пепси и так далее. Но были ещё и альтернативы популярным газировкам так называемые порошковые лимонады. Юпи, Зука и Инвайт. Суть заключалась в том, что ты просто покупал порошок, приходил домой, разбавлял его с водой и получался обычный лимонад. Порошок, по сути, представлял из себя сахар, лимонную кислоту и тонну красителей. Именно поэтому дети его обожали. Мы ходили купаться на котлованы и там была такая уличная колонка с водой. Вот такая штука, наверное, у многих даже до сих пор они в городе остались. И оттуда обтекла просто превосходная вода, так как я жил в городе, где, в принципе, делали минералку. Там подземные воды были превосходные, там скважины офигенные. И мы по пути на котлованы, когда шли купаться, заходили, там был такой магазин, назывался он Ивушка. Мы в нём покупали Юпи, Зука, потом заворачивали за магазин на эту колонку. Сразу же там холодной воды набирали, туда это Зука взбалтывали и у каждого по полторашки лимонада. Было это выгодно в том плане, что если обычный лимонад стоил там в районе 5 рублей, может даже дешевле, уже не помню, то Зука и Юпи вообще там стоили копейки. Но у всех этих порошков был один большой минус, который мы в детстве, конечно же, игнорировали. То, что ими просто невозможно было напиться. Если тебя мучила жажда и ты купил себе Юпи и разбавил его с водой, ты хрен этим напьёшься. Ты один хрен потом будешь хотеть пить. Возможно из-за того, что как раз таки там есть лимонка, сахар и всё остальное. Но частенько Юпи и Зука вообще никто не разводил с водой. Мы их хавали так, на сухую. Причём было прикольно, если купить какой-нибудь черничный там Юпи или какие там ещё были вкусы, не помню, короче, тёмных цветов. И схавать это всё на сухую, у тебя окрашивался язык там красный, фиолетовый цвет. И ты такой ходишь, ааа, типа это прикольно. Ну, вот так вот мы развлекались. Были чуваки, которым родители не разрешали пить вот эти все порошковые лимонады. И они просто с завистью на нас смотрели, на тех, кто просто упивался этим дешёвым пойлом. Но если об этом помнят все и все всегда об этом говорят, как только вспоминают детство 90-х, то можно вспомнить ещё и вещи, которые даже толком никто не помнит, как они назывались. И даже сейчас не сможет объяснить, для чего это сделано. Вкусняшки-но-неймы, которые вспомнят все. Первое, что помнится мне из далёкого детства, это странные жвачки в виде сигарет. Я не знаю, с какой целью их производили вообще, но, наверное, не было на нашей улице пацана, который не курил эти жвачки. Ну, понарошку, конечно. Играя в дальнобойщиков, байкеров, мафию, кого угодно, мы непременно садились выкурить по жевательной сигаретке, имитируя повадки взрослых. До сих пор не могу понять, в чём был смысл этих конфет. Единственное, что мне приходит в голову, это, что, типа, можно было таким образом пранковать взрослых. Да, было такое, что, типа, идёшь по улице с этой сигареткой такой, и бабка-соседка видит это, и тут же бежит твоей мамке с истериками, криками, твой сын там курит на улице, вылетает мать, там все кудахчат, а ты такой, это жвачка, типа, обломитесь. Вот такие вот были у нас пранки, до того, как это стало меймстримом. Собственно, самого слова пранк тогда ещё в нашем лексиконе не существовало. Кстати, сигареты имитировали не только жвачками, но ещё и соломкой, она продаётся и сегодня, поэтому про неё особо рассказывать не буду. Просто скажу, что соломку тоже часто использовали как сигареты, потому что стоила она копейки, а в упаковке её было много. Ещё была так называемая лакомка, непонятный сгусток каких-то зёрен в глазури, которая липла к зубам, рукам, пачкала тебе всё, что только можно, но была необычайно вкусной. И что самое главное, стоила она буквально копейки, по-моему, она стоила даже меньше одного рубля. До сих пор не знаю, из чего была сделана эта каша с макакой на упаковке, но если бы сегодня я встретил в магазине её, то наверняка купил бы. Что же хочется сказать о ностальгии в целом? Ребята, не пытайтесь возродить то, что осталось с приятными воспоминаниями в вашем далёком детстве. Сегодня рынок перенасыщен, рынок развлечений перенасыщен, технологии скаканули вперёд, и поэтому всё то, что нам кажется было интересным в те далёкие времена, сегодня, если это вернуть сюда к нам, мы, уже будучи зажравшимися, просто не сможем это принять. Объясню на примере Дэнди. Я долго сидел и вспоминал, каким же было классным время, когда я был маленький, у меня была эта восьмибитная приставка, я играл там во всякие Марио и Танчики, это было просто лучшее время в моей жизни, и вот мне попадается на глаза эта точная копия того вот этого Дэнди, которое было у меня в детстве, прям с такой же упаковкой практически. Я не жалея никаких денег, отваливаю две, почти три тысячи за неё, и всё, думаю, всё, вот оно счастье, вот оно радость, сейчас я буду играть. Приходишь домой, и когда ты включаешь её на большой плазме, у тебя просто рябит в глазах от того, насколько же там уебанская графика. Но на деле графика не изменилась. Я знаю, что новоделки есть с очень херовой графикой, есть с хорошей, так вот у меня хорошая новоделка, которая довольно чётко передавала графику, и как я это понял? Специально для этой приставки был приобретён кинескопный телевизор с ELT-монитором, как это говорится, чтобы создать полное погружение в то время. И да, действительно, на ELT-шном телевизоре Дэнди стал выглядеть так же, как он выглядел в те далёкие времена, то есть вообще отличий нету. Но все эти игры показались настолько скучными, настолько унылыми, без сюжета, без графона, то есть мы привыкли уже настолько ко всему тому, что нас окружает, к этому качеству, и мы просто не осознаём, насколько же примитивно было всё то, что мы так любили в детстве. То же самое касается и вкусняшек. Когда тебе попадается на глаза что-то, что ты ел в своём далёком детстве, и тебе кажется, что это было нереально вкусно, ты покупаешь и такой «А, они... они сговняли! Вот раньше было вкусней!» Не было вкусней. Поверьте мне, не было вкусней. Просто это осталось в наших воспоминаниях. Нам кажется, что тогда это было лучше, вкуснее, интереснее, качественнее. На деле нифига. В эпоху, когда всё это повалило на прилавки в 90-х, это всё так же делалось абы как. Это всё тот же был китайский ширпотреб, который такого же убитого качества был, как и сейчас. Нам просто хочется верить в то, что раньше было лучше. На деле это нифига не так. Поэтому не портите свои приятные воспоминания, если в вашем детстве было что-то, о чём вы ностальгируете, не пытайтесь это воспроизвести в сегодняшней жизни. Вы будете разочарованы. Наслаждайтесь тем, что есть у вас сегодня. И помните, что когда-нибудь лет через 10, 20, 15 сегодняшний ваш день окажется приятным воспоминанием. Не отказывайте себе во вкусняшках, распространяйте этот ролик среди друзей, пускай они тоже поностальгируют. И, конечно же, не забудьте подписаться на мой лайв-канал, на мой инстаграм и на нашу группу ВКонтакте. А то 5 комментариев из предыдущего ролика ты увидишь в самом конце этого видео, поэтому досматривай ролики до конца. Тебе не сложно, мне приятно. Твикай вот сюда, чтобы подписаться на мой канал, и вот сюда, чтобы подписаться на канал продуктолога, и вот сюда, чтобы посмотреть интересные видосики. На этом у меня всё. Спасибо, что смотрите Жирного. Увидимся на стриме в выходные. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok